Привет всем! Сегодня хочу вам снять такое маленькое видео о моих бальзамах для губ. Вот, сейчас быстренько собралась на работу, скоро убегаю, вот решила быстро заснять, а то у меня никак не получается вам видео заснять. Сейчас у ребенка в комнате, так как у него такое самое лучшее, наверное, освещение здесь. И вот на его, как говорится, комозе сейчас буду вам снимать свои бальзамы. Убиралась я сегодня у него в комнате, тут еще осталось полы прибрать, в общем. Так, игрушки вон в пакет сложила, надо их куда-нибудь перепутить. У нас сегодня так дождик, и вообще вон площадку нам детскую почти достроили. Вот, и сейчас бальзам для губ. Вот эти все бальзамы у меня от EOS. Вот, это вот Ксюша взяла вам показать, но у меня вот такой же он есть, это Ксюша пользуется. Я с ней поделилась одним. Вот, и набрала себе вот таких разных бальзамов. Ну, где-то что-то дарили, где-то что-то сама покупала. Я не сказать, что поклонница вот этих бальзамов от EOS, но они мне нравятся, потому что они не очень жирные. И мне нравится ими пользоваться. Они такие, знаете, среднего легкого покрытия, увлажняющие. И потом они, их когда увлажняешь губы, можно наносить как бы любую помаду, любой блеск наверх. И как бы, ну, не слишком жирно будет, потому что есть некоторые бальзамы очень жирные, и они мне вот не нравятся. Эти как раз такие супер-пуперые, потом они приятные, цветные, в общем, как игрушка, скорее всего. Вот, вот этот бальзам, здесь написано, они, кстати, отличаются. И вот этот бальзам сделан в Швеции, есть и бальзамы, которые сделаны в USA. Вот, и в принципе, они ничем не отличаются, что сделаны в Швеции или в USA. То же самое. Единственное, что иногда, вот, допустим, вот этот вот бальзам у меня, они как бы не старые, что ли, а получаются как вязкие. Не очень, такие вот, знаете, нежные, когда вы наносите на губы, а как бы немножко трудновато наносить на губы. Но я думаю, может, это уже срок годности проходит, потому что вообще они считаются, что при открытии, считается, при открытии бальзама считается, ну, отчитывается срок годности уже. Но некоторые открываешь, они уже такие, вот, и я не пойму, почему. Вот, они, в принципе, все выглядят одинаково. Ну, вот, вот этот такой ягодный бальзам, такой, наверное, малина. Вот этот такой посвежее. Вот эта малина, такой теплый бальзам. Вот этот посвежее тоже ягодный бальзам, хотя тут написано, но иногда не совпадает, что написано. Вот этот желтый лимонный, он с SPF 15, ой, с SPF 15. Вот я им летом или на улице люблю пользоваться. Вот этот апельсиновый, яблочный, ванильный мне не очень нравится, хотя я его уже почти весь закончила, его использую на ночь. Он почти какой-то без запаха, хотя написано ванильный, вот он закончился. Они, кстати, кончаются вот так вот, и там просто будет сеточка скоро. Они внутренне идут, так что, что хорошо, не нужно выковыривать его пальцем. Вот, вот этот тоже ягодный, черника, да, черника. Они все, кстати, одного цвета, тоже почти уже закончила. Да, черника, черная смородина, что-то вот такое. А вот этот был смешанный, такая была лимитированная коллекция. Это кокос с мятой, в общем. Да, очень приятный запах такой. Вообще мне нравится мятный запах, но он у меня кончился. Вот, вот такие запахи. Я не знаю, от чего зависит, когда вот вы его покупаете. Он немножко такой, как бы, старый, что ли, немножко вяжущий. Но в основном мне все попадались хорошие. Вот один-два мне все попалось, и все, что у меня было, не очень. Вот, такие бальзамы. Они у меня, кстати, один у меня уходит за месяца два. Так как они мне нравятся, я им пользуюсь обязательно на ночь и днем тоже. Вот. Еще прикупила себе вот такие бальзамы. Вот этот, от Birds Bees. Они, у меня еще есть розовый, но он в сумке я не принесла. Этот уже с оттенком, вот красный, вот такой. Вот, тоже мне нравится. Как бы, не красной помадой использовать, а вот такой бальзам. Он на губах еще охлаждает, как бы, охлаждающий эффект. Он присутствует, запах такой, тоже очень мятый. Если вы любите мяту, то вам понравится. Если вам не нравится мятый запах и вкус, значит, вам не понравится. Мне нравится, он охлаждает губы. В принципе, неплохо смотрится. Если вам не нравятся блестки, тогда он вам не понравится. Но, единственное, он очень натуральный. Новые блески для губ тоже натуральные, от фирмы Avalon Organics. Не знаю, как вам камера, наверное, не передаст. Если что, я вам напишу внизу. Вот, не видно. Вот этот такой клубничный вкус, он совершенно бесцветный. И никак не выкручу его. Тут много, вот он бесцветный, но запах очень приятный, клубничный. Тоже натуральный. Вот этот запах мяты и зеленого чая. Вот тоже мятный, губы охлаждают. Очень приятный. Вот они мне нравятся. Они очень натуральные. У них же выпустила фирма и пудра и помады. Пудру я уже купила. Может, вам как-нибудь покажу в другом видео. Вот, помады еще не пробовала. Но, как говорят, косметика очень хорошая. Вот попробовала бальзамы. Тоже очень понравились. Буду их заказывать. Очень удобные и вкусненькие. Вот все мои бальзамы для губ. Надеюсь, вам понравилось такое короткое видео. Если вы что-то пробовали, можете мне написать или рассказать. Поделиться своим мнением о этих бальзамах. Я их знаю, многие не любят. Мне они нравятся из-за того, что у них очень легкая текстура. Можно на них накладывать любую помаду. И они не жирные, не скользкие, не противные. Приятный запах, приятные ощущения на губах. Всем приятного было просмотра. Если понравилось, ставьте лайки. Спасибо за внимание. Всем пока. До новых встреч.